Я и так попрощу уже, все, тут что предъявляют? Стань мячи за зимой, вырежете этот дубль! Долгожданный дебют Эрвина Нгапета, возвращение Мэтью Андерсона и жаркое противостояние двух диагональных сборной России Максима Михайлова и Виктора Политаева. Все это и не только. Ожидает вас в центре волейбола 27 октября в 17 часов по московскому времени. В гости к Казанскому Зениту приехал Кемеровский Кузбасс. Для всех болельщиков клуб готовит яркую шоу-программу с конкурсами и подарками, игровые и фотозоны для детей, обновленный ассортимент в клубном фаншопе, выступления диджеев и, конечно же, аппетитнейшая еда на любой вкус на фудкорте. Кемеровский Кузбасс в прошлом сезоне показал лучший результат в своей истории. Добравшись до финала Кубка России, занял четвертое место в чемпионате и тем самым впервые сыграет в Еврокубках. В межсезонье команда Туомаса Сами Льву сохранила свой состав. Вернулась легенда Кузбасса Михаил Щербаков, а также пришли новички Лукьяненко, Димаков и Дмитриев. Да, мы оставили этот же коллектив. В команде вообще отличные дела, ребята все вместе, есть цель. Состав наигранный, да, результат есть. На старте сезона кемеровчане потеряли своего основного связующего Игоря Кобзаря, который был прооперирован и пока еще только набирает форму. Против своей бывшей команды Игорь, к сожалению, не сыграет. Шел, споткнулся, упал гипс. Да нет, ну на тренд-блок пристраивался, резался партнеру в спину, там, пальцем зацепился за майку. Почувствовал боль, сделал снимок, сломал кости. В принципе, готов еще не до конца. Сезон для Кузбасса стартовал успешно. Команда выиграла свою группу на предварительном этапе Кубка России и одержала две сухие домашние победы на старте чемпионата. Все-таки домашние игры для нас особо важны. Отлично, что выиграли эти игры дома. Сейчас начнется самое важное, этот выезд. Лидеры Кузбасса все те же. Керменен, Тавасиев, Пашицкий, подлесных Никитин Карпухов и, конечно же, Виктор Полетаев, который показывает отличную результативность. Ну, на то он и лидер, чтобы на него акцентировать очень большое внимание, скажем так. Как раз-таки этого лидера и выключают из игры, но себя начинают проявлять другие. Уделяем внимание всем, не только одному Вите, если мы о нем сейчас говорим. Помимо Кобзера и Полетаева, за «Зенит» также выступали нынешние игроки Кузбасса Иван Димаков и Семен Дмитрий. Поэтому для этого квартета предстоящая встреча точно будет особенной. Думаю, что это отличный свет на самом деле. Как бы вообще не мешал ни на ударах, ни на что. Поэтому отличный новый свет. Сегодня прогулялся. Пока жил в Казани один раз, я был в мечети. Кул Шериф. Ну, единственная погода вот это, конечно. Ну, вот и все. Больше не будет солнца, лапе. Я в Казани в машине очки вообще не возьму. А в Кемерово без очков никуда. Классный город. Есть хорошие места. Есть что вспомнить. Что касается «Зенита», то команда наконец-то собралась в полном составе. Мэтью Андерсон и Эрвин Габет уже тренируются вместе с командой. Ребята-легионеры только подъехали. Сейчас вот первую тренировку мы проведем наконец-то вместе. Бывают у всех свои сложности. Мы вот любим начинать сезон не в полном составе. Ну, так сказать, по ходу пьесы согреваемся. Тем не менее, говорить о том, что «Зенитовцы» готовятся к матчу в полном комплекте, никак нельзя. Форма легионеров еще объективно далека от идеальной. Алексей Спиридонов лишь потихоньку начинает бегать. А вот Александр Будько, получивший травму в Москве, в матче против Кузбасса точно не сыграет. Тервин на одну тренировку провел. Посмотрим, чем будет дальше. А так, в принципе, нормально выглядит. Как у Бубы дела, надо спросить у доктора. 27 октября. В 17 часов по московскому времени в Казани встретятся команды, которые еще не проигрывали в нынешнем чемпионате. Казанский «Зенит» против Кемеровского «Кузбасса». Мы очень ждем вас в центре волейбола Санкт-Петербург. Ну, а если вдруг вы не сможете посетить матч, то включайте прямую трансляцию на интернет-портале tvstart.ru. Для вас ее прокомментирует Александр Пшеничный и барабанная дробь Алексей Спиридонов. Но лучше это все же сделать в записи. Ждем вас в центре волейбола. Ну, не думаю, что какой-то особенный. А может быть и особенный. У нас с Казани всегда особенный. Всегда хочется выиграть сильнейших. А ты подписался? Красавчик. Да, опять. Красавчик. 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 Продолжение следует...